Всем привет, меня зовут Константин, я менеджер проектов веб-студии WebDivision. В этом видео я вам расскажу о проекте Vigio. Это инструмент для автоматизации процесса торговли и анализа криптовалют. Чтобы скачать программу, зарегистрируйтесь на сайте Vigio. Достаточно ввести ваш email и нажать кнопку регистрация. В личном кабинете перейдите в раздел управления услугами и активируйте тарифный план. Например, вы торгуете на трех разных биржах или на одной бирже у вас 3 аккаунта, то количество площадок выберите 3. Количество пар, на которых вы торгуете, например 5. Активируйте тарифный план. Изменять тарифный план можно 1 раз в сутки. Далее скачиваем программу. Запускаем программу. В разделе Connect вводим email и пароль, взятые из профиля в личном кабинете. Нажимаем кнопку Start. Видим статус On. Включено. Программа запущена, все хорошо. Многим трейдерам пользователи бирж передают в доверительное управление свои аккаунты. Трейдерам не удобно через сайт переключаться между доверенными аккаунтами, на которых может быть установлено подтверждение входа через email или двухфакторная аутентификация. Поэтому первая задача, которая была поставлена перед разработчиками программы, это быстрое и удобное управление аккаунтами торговых бирж. Чтобы добавить торговый аккаунт в программу, заполните поле имя, например Test. Выберите торговую биржу. На данный момент добавлено три биржи, это Polonex, Bittrex и Binance. Заполните Key и Secret, сгенерированное на торговой бирже. И нажмите кнопку Добавить. Аккаунт добавлен. Как мы видим в статусе ошибка InViolet IP Key Secret, потому что я ввел неправильный ключ и секрет. Я добавил три торговые биржи, с правильными ключами и секретами. Как видите, везде статус On, включено. Теперь эти аккаунты доступны для выбора во вкладке Trade. Для отключения аккаунта, вызовите всплывающее меню правым кликом мыши и нажмите Disable. Аккаунт исчезнет из выбора во вкладке Trade. Для включения аккаунта, нажмите Enable. Чтобы удалить аккаунт из таблицы, нажмите Remove Market. Чтобы перейти на сайт биржи аккаунта, нажмите Go to Website. Поиск аккаунта, например, Test2 или Bit, Bittrex. Теперь давайте во вкладке Trade выберем какой-нибудь аккаунт. Например, аккаунт с именем Test на бирже Binance. Загрузится доступная для торговли пара, с очень полезной и удобной для просмотра информацией, которая может отсутствовать или быть неудобной для просмотра на веб-сайтах торговых бирж. Мы видим название пары, цену, изменение цены за 24 часа в процентах, объем за 24 часа и цену покупаемой или продаваемой валюты в долларах. Поиск, например, BTCU. Отобразится единственная найденная пара, BTCU из детей. Можно добавить пару в избранное, для быстрого доступа в будущем. Кликаем по нужной паре, для загрузки информации и дальнейшей работе с ней. На графике Open, High, Low, Close OHLC отражены цены открытия и закрытия, а также максимальная и минимальная цены за определенный период времени в виде японских свечей. Изменить временной период можно тут. Ниже располагаются параметры для настройки индикаторов. Для отображения индикатора на графике кликаем по названию индикатора. Для отображения группы индикаторов зажимаем клавишу Ctrl и кликаем по названиям индикаторов. Наведите стрелку мыши на свечу графика для просмотра значений Open, High, Low, Close и значений индикаторов на выбранном временном периоде. Для управления графиком зажмите клавишу Ctrl или правым кликом мыши вызовите меню настроек. Тиккер с информацией Ваш баланс Последняя цена сделки Цена лидера покупки взятая из таблицы запросов на покупку Цена лидера продажи Взятая из таблицы запросов на продажу Spread Разница в процентах между ценой лидера продажи и ценой лидера покупки Изменение цены за 24 часа в процентах Максимальная цена за 24 часа Минимальная цена за 24 часа Объем за 24 часа И комиссия биржи Чтобы посмотреть весь ваш баланс на аккаунте или на всех аккаунтах Перейдите во вкладку Balance По умолчанию показана информация со всех аккаунтов Уберем галочку для отображения баланса текущего аккаунта Мы видим название аккаунта Название валюты Количество свободной валюты Количество валюты в ордерах И чему равно количество этой валюты в биткоинах или в долларах Ниже показано чему равняется весь ваш баланс в биткоинах или в долларах Создать ордер на покупку У меня есть 33 USDT и я например хочу на них купить 1 биткоин Итого я отдам 33 USDT Комиссия будет 100000 сатошей Итого с учетом комиссии я получу чуть меньше 1 биткоина Нажимаем кнопку купить В таблице мои ордера появилась запись о созданном ордере на покупку Создать ордер на продажу У меня есть чуть больше 6 миллионов сатошей И я например хочу по цене 8000 USDT за 1 биткоин Продать 6 миллионов сатошей Итого с учетом комиссии я получу 479 долларов 52 цента Нажимаем кнопку продать В таблице мои ордера появилась запись о созданном ордере на продажу Как вы наверное заметили все рассчитывается автоматически в зависимости от введенных значений Если вы хотите купить BTC на все ваши USDT по цене лидера покупок и быстро заполнить ордер на покупку Достаточно нажать на все ваши USDT Или если вы хотите продать все ваши BTC по цене лидера продаж и быстро заполнить ордер на продажу Достаточно нажать на все ваши BTC. Изменять цену можно также быстро, кликая по ценам в тике или кликая по строкам в таблице ордеров на покупку или продажу. Стоп лимит. Это покупка или продажа с условия. Если цена оказывается в интервале между стоп и лимит, будет выставлен ордер на покупку или продажу по цене, указанной в лимит. Создадим стоп лимит на покупку. Например, биткоин сильно упал и самое время закупиться, но вы хотите подождать, пока цена не станет еще ниже. Но вы можете ошибаться, что цена будет еще ниже, и вы хотите быть уверены, что не пропустите покупку, когда придет крупный игрок и запустит цену высоко вверх. Например, в стоп укажем 7000, а в лимит 7100. Данный вид ордера не замораживает ваш депозит, поэтому можно указать любое количество. Например, 1 биткоин. Просто при выполнении ордера будет ошибка о недостаточности количества валют. Нажимаем кнопку купить. В таблице моей ордера появилась запись о созданном стоп лимит на покупку. Заметьте, что если вы создадите обычный ордер на покупку с ценой 7100, то он у вас сразу выполнится, так как 7100 больше минимальной цены продажи. Создадим стоп лимит на продажу. Предположим, вы купили биткоин за 6500 и сейчас цена больше 6700. Вы уже в плюсе и хотите подождать, пока цена вырастет еще больше, чтобы продать биткоин и получить еще больше прибыли. Но вы знаете, что рынок криптовалют нестабилен и негативная новость может привести к резкому падению цены. Чтобы исключить вариант ухода в минус, в стоп укажем 6600, а в лимит 6550. Количество 1 биткоин. Нажимаем кнопку продать. В таблице «Мои ордера» появилась запись о созданном стоп лимит на продажу. Заметьте, что если вы создадите обычный ордер на продажу с ценой 6550, то он у вас сразу выполнится, так как 6550 меньше максимальной цены покупки. Купить и продать. Например, вы хотите купить за 6000 1 биткоин. Данный вид ордера не замораживает ваш депозит. И потом продать его за 7000. Ограничиваем убытки с помощью стоп лосс, например 5500. И нажимаем кнопку создать. В таблице «Мои ордера» появилась запись о созданном ордере на покупку и продажу. Заметьте, что цена продажи находится в колонке «Стоп», а стоп лосс в колонке «Лимит». После выполнения ордер не удаляется, выполняется заново, пока вы его не удалите. Авто ордер или умный ордер позволяет задать процент от баланса, который вы хотите использовать для покупки валюты, например 50%. Минимальный профит – это профит в процентах, который вы бы хотели получить при покупке и продаже валюты с учетом комиссии, например 1%. Стоп лосс в процентах, например 2%. Если разрыв между лидером продажи и вашей минимальной ценой продажи превысит указанный процент, то программа продаст купленную валюту по цене лидера продажи. Минимальная цена продажи – это цена продажи, при которой вы получите указанный процент профита с учетом комиссии. Условия на покупку и продажу. На данный момент доступны последние и предыдущие значения Open, High, Low, Close объема и индикаторов, например Close – последнее значение цены закрытия, или Pre-Close – предыдущее значение цены закрытия. Доступны операторы сравнения больше, меньше, больше или равно, меньше или равно, равно, не равно. Доступны логические операторы или, и, например, условия на покупку. Последнее значение максимальной цены, High, равно 6000. Или, последнее значение индикатора Parabolic SAR, меньше последней цены закрытия, Close. И, предыдущее значение цены закрытия, Pre-Close, меньше последней минимальной цены, Low. Или, предыдущее значение объема, Pre-Volume, меньше последнего значения объема, Volume. Например, условия на продажу. Последнее значение цены открытия, Open, больше или равно, 7000. И, последнее значение индикатора Parabolic SAR, больше последнего значения цены закрытия, Close. Временной период и настройки для индикаторов сохраняются вместе с ордером. Вы можете изменить их. Вы можете не заполнять параметр Минимальный профит, если заполнили условия на покупку и продажу. Или, наоборот, вы можете заполнить параметр Минимальный профит и не заполнять условия на покупку и продажу. Нажимаем кнопку создать. В таблице «Мои ордера» появилась запись с умным ордером. После выполнения ордер не удаляется, выполняется заново, пока вы его не удалите. В таблице «Мои ордера» мы видим идентификатор ордера, название аккаунта, которое состоит из произвольного имени и названия биржи, название пары, тип ордера, может быть «Buy», «Sell», «Stop Limit», «Buy and Sell» и «Outo», умный ордер, статус, цена, количество, цена «Stop», цена «Limit», текст ошибки, если при выполнении ордера возникла ошибка, и дата создания ордера, поиск по таблице «Мои ордера», например «Polo», или «Binance», или «Test2», или «8000». Рядом быстрый фильтр по таблице «Мои ордера». По умолчанию отображаются ордера со всех аккаунтов. Можно отобразить ордера только выбранного аккаунта, или, например, только тип ордера «Купить». Для редактирования ордера вызываем всплывающее меню правым кликом по ордеру и нажимаем «Редактировать ордер». После редактирования нажимаем кнопку «Сохранить». Для удаления ордера вызываем всплывающее меню правым кликом и нажимаем «Удалить ордер». В таблице «Моя торговая история» отображается история выполненных ордеров. В таблице представлена следующая информация «Название аккаунта», «Дата, когда ордер выполнился», «Идентификатор», «Название пары», «Тип ордера», «Цена», «Количество», «Комиссия», «Всего, что вы получили или отдали». «Detail» нажмите для просмотра «Детальная информация выполнения ордера». Мы видим, что ордер выполнился не сразу, а по частям. Фильтр по таблице «Моя торговая история». По умолчанию отображается история со всех аккаунтов. Для отображения истории выбранного аккаунта уберите флажок «All markets». В таблице «Торговая история» отображается общая история «Торговли на выбранной паре». Для сохранения настроек программы перейдите в раздел «Home» и нажмите кнопку «Сохранить настройки». Можно сохранять различные конфигурации программы. Для загрузки настроек программы нажмите кнопку «Загрузить настройки» и выберите нужный файл настроек. Во вкладке «Log» отображается информация о работе программы. Если вы обнаружили дефект, сохраните «Log» в файл и отправьте его в техническую поддержку на сайте. В разделе «Предложить задачу» вы можете оставить запрос на добавление нужного для вас функционала в программу. На этом все. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...